Продолжение следует... Как ты с этим живешь? И правда ли, что Дмитрий Медведев, президент у нас был такой, занес тебя в черный список в Инстаграме? Да, была такая история. А как ты узнал об этом? Я в Залезске залазил, подписался во время истории, когда с Красноярском все эти проблемы были. Ну и призвал людей какие-то деяния делать, попросить его ничего особенного, ничего плохого. И просто залазил на следующий день в черном списке. Потом я с другого своего аккаунта залез и нормально посмотрел. Я понял, что меня просто занесли в черный список. А это его реальный аккаунт был? Ну это его реальный аккаунт. Но я не думаю, что он там прям сам сидит хотя бы. Ну понятно. Но как бы ты хайпанул с этого или нет? С чего? То, что мне Дмитрий Медведевич в черный список занес? Да. Что-то я даже не пытался с хайпом с этого. Вообще не хайп, а его личность. Весь мой хайп, он липнет ко мне не потому, что я его пытаюсь добыть. И я просто делаю то, что мне в кайф и, к сожалению, многие со мной не согласны. Мой хайп это твой хасл, короче. Мой хайп это мой хасл. Я монетизирую мой хайп. Классно. Ну вот есть еще история по поводу того, что тебе запрещен въезд в Украину. В связи с тем, что ты там где-то пострелял из чего-то. Да. И потом сказали, что все будет. Вообще они запретили мне въезд, потому что я приехал в Донецк, в Луганск. То есть они сказали, что я... Ты выступал там концепт? Да, я выступал. Почему? Через Ростов я еду. Через Ростов, можно? Через Ростов спокойно приезжай. Паспорт ДНР тебе давали, это правда? Нет, это паспорт Чапая был не ДНР, а ЛНР. Это был паспорт Чапая. А зачем это тебе? Да я просто фотку выложил, блин, они дебилы люди, извините за выражение. Ну как, это же как-то официально тебе его выделили? Кого? Это Чапаевский паспорт, сейчас твой паспорт возьму и сфотку. То есть ты Петька? Нет. Ну как Петька, ты поможешь к Чапаеву, что это? Вот эту паспорт возьму, сфотку его. Просто обложку паспорта и вывешу, напишу. А, так это не твой был? Вообще, конечно. А, то есть я опять хайпанул просто случайно? Конечно, да, так получается. А как ты относишься к тому, что вот некоторые люди и члены правительства жестко реагируют на всякие высказывания или там на всякие действия, за юроды, где обвиняют в пропаганде наркотиков? Слушай, ну я... Причем это не я говорю. Нет, я общаюсь, ну все-таки иногда, ну так сложилось, что общаюсь с их депутатами, помощниками депутатов и там крестиками витарями. Я тебе могу сказать, что там просто правит Советский Союз, и там до сих пор они как бы не понимают некоторых вещей. Для них... Ну для них многие вещи, которые уже нормальные в принципе, для них это что-то сверхъестественное. Из рода там джинс, знаешь, там в 60-х, ты будешь идти в джинсах там с плеером, грубо говоря, из Кока-Колы. Так на тебя смотрели в то время, а сейчас не смотрят вот так, и поэтому высказывают. Но вообще я считаю, что все там всякие депутаты и так далее не должны себе позволять такого. Потому что они депутаты, и у них там серьезные дела. Это то есть не медийные личности, которые могут там высказывать публично что-то. От слов депутата много зависит. Это априори уже давление на какое-то там мнение людей и так далее. Ответственность определенная. Ну конечно, это при том ответственность административная. Это не то, что там борьба фанатов. Два там кумира там чьи-то начинают кипишить между друг другом, и фанаты их там потом кусаются. А это серьезно. Тут могут и прокуратуры постучиться, еще что-нибудь. Ну давай и горячему последнему в профайле, так в этой рубрике. Твой батл с гуфом я у тебя никогда не спрашивал. Я знал, что ты скажешь. Ну конечно. Ну как же ты из этого? Я получал уже раньше. Я хотел, чтобы ты сказал, как ты думаешь, ты выиграл. Да слышь, мы проиграли. Я поддерживаю вас. Это отвратительно было, я полностью согласен. Заикался какой-то хиней, там все жаловался всю дорогу. Я вообще там... Вы вместе ехали? Нет, ну я имею ввиду во время батла. Он там всю дорогу плакался от того, что болеет, умирает, пожалеете меня. Я бухой в месину был вообще. Я вообще еле там разговаривал, я вел себя отвратительно. То есть... А по поводу того, что ты знал, что у него логоневроз? А типа... Слушай, я его что-то заставил подать подписаться. Он вывесил вот такой пост о том, что он любого разнесет там на этом... Сам хочешь на батл пойти. Как бы... И какая же я, что другое, какая разница. И все знали, что он логоневроз. Я не до слова этого говорить не могу. Логоневроз. Логоневроз. Мы выговорили. Ну вот. И как бы я... Во-первых, я не обращаю внимания, чем он там болеет. У меня как бы особо там... Да по-моему, он здоров и поправился все в порядке. Да все у него нормально. Он больше чешет, привет, а все... Жалуется на свою жизнь. Вечно каждую песню бедный умирает. Ну это хаса. Ну и жалуется, и жалуется, и жалуется. Господи, сколько можно жаловаться? А если представь себе... Уже Натаха катается, все жалуется. Блин, ну сколько можно? Если бы ты мог стать гуфом на день, вот что бы ты сделал? Затрелился, нахуй. А обратно же надо вернуться. Нет, ну... Нет, я к тому, что если просто послушать песню, они все такие прям совсем ужасные. Хиты? Ну, не то что... Ну, что-то какие-то проблемы в состоянии. Хотя я знаю, они много, и нет никаких проблем. Вот я знаю, что у тебя... Ну, я не буду говорить конкретно, что у тебя е... Не было, а как бы вот так вот, чтобы как у меня там... Ну ничего. Ну, вот и круто. Вот так. Не, ну есть вот Рус, например, есть. Кто? Рус, Рус. Микрофон. Есть Рус такой, знаешь, есть исполнитель Рус, американский. Очень крутой чувак, он очень круто делает. Но он делает, он из новой школы, в принципе, потому что он молодой. Но он делает такое непонятно, нельзя сказать, что это не ускульное. То есть это не... Чиркизон, 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 чиркизон. То есть, на этом можно сделать то же самое, что если бы в свое время кто-то сделал Чиркизон. Вот так же, и в него вложили бы бабки, как Гуччи вложили. Гуччи гэнь, Гуччи гэнь, Гуччи гэнь. Конечно, это было бы бааааа в чиркизон, чиркизон, чиркизон. Наверное, закрыли, поэтому уже не так актуально. Ну да, но как бы вообще, то есть, это настолько просто все. Ну и много, мне кажется, сейчас в новой школе такого хайпа какого-то про то, что... Ну вот модно, короче, стало проходить тяжелый путь. Понимаешь, чем я говорю? То есть многие... Я знаю много больше людей, которые говорят о том, какая была их жизнь, чем мы людей о том как по песням то есть я знаю каких-то людей слышал потому что у них было вот это вот эта жизнь ну там лил пип умер например да потому что он что-то там суши да я не знаю длил пипа делает очень какой-то икону то что-то мне не отвратительный чувак он тоже бисексуалом было на это официально признал так он еще и вообще неприятен на меня нападут его фанаты там как ты мог вот такие для меня еще непонятные персонажи лил пил лил памп лил пил лил визе лил 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 а все они в розовыми волосами розовых шапочка в очках по девочек косят как бы делают из биты при этом что не гангстеры и для меня это непонятно да это молодое поколение да это панк хип-хоп какой-то то есть на это звал панковых панк-хоп потому что они выглядят как панки скорее нежели как рэперы то есть я вот для меня это неприемлемо и я такое не слушаю хотя есть там например ламара я слушаю то есть мне нравится очень в этом узлой там не успел война что-то могу послушать но они вызывают у меня хоть более уважение более рэперские какие-то истории сейчас сейчас я рэп они как такового особо и не вижу ты думаешь так же как и я что нет будущего в этой русской школе или как но я думаю ты помнишь уже были же свое время там всякие какие-то приколы там да под раман дэйс читали там и так далее ну я были два вот этих пацана помнишь такие у него по многому под модную музыку страшно читали кто это я не помню как называлась группа что-то там из трех букв пил такое ну короче м да не они сделали олдскультик кстати но они подать такую музыку и такое тоже было сейчас борис бог никуда не пропали полтос женился у него ребенку не работа воду вниз борис немножко поздорили полтос сейчас не до этого он занимается семьей борис сейчас начал писать альбом вот он сделал например трек розовый катафалк и этот тречок сейчас скоро выйдет и я думаю он понравится народу мы так думаем все люди приходят просят скачайте скачать его нам очень крутой трек он там принципе рассказывает о том что вообще вот эти все розовые игрушки и розовые вот этим фантики и рэп это не совсем одно несовместимые вещи на какие-то да потому что рэп он все-таки более жизненный должен быть но ма по моему мнению конечно если у тебя в жизни кроме там каких-то там веществ алкоголя и там мечтания какие-то там телках фантастических и больше ничего нет ни на что не хватает ни ума ни души да понятное дело а так как бы но это лично мое мнение на ни в коем случае не навязываю никому я чисто высказываю свою точку зрения по этому поводу но если так метафорично поговорить вот какое блюдо можно приготовить с использованием рэпчика на твой взгляд на твой вкус рэпчик да ну ну представь себе мы готовим блюдо вот какое блюдо можно тоже рэпчик делал тоже делал у них а вообще не породили просто гоп-хип-хоп нет вы породили хип-хоп гоп-хип-хоп гоп-хип-хоп вот мы с вами нам нарко хоп приду дару школочка трушка . есть вот а ну вообще рэпчик ну ну что бы ты приготовил из него вот на твой вот ты ты просто говоришь о том что нам я бы добавил я бы добавил планчик рэпчик так и бумажечку так зажигалочка закрутил бы все это закрутил бы все это четко создал бы такой бутерброд такой с колбасой с остатки мчаем сделал бы один и запил сладким чаем все бы включил бы кино или рэнтовый прикольно мне кажется я раньше все такое для меня рэп ну как бы я люблю рэп я раньше верил что это поедание есть но у меня тут у меня тут он минимуме не прямая трансляция там в ю тубе нет в инстаграме что говорят там смотрят висками пишет стопудо пишет там типа варшава варшав салют от обранных лес да да и вовсе его поклонники лилуэйн фитух он пишет ну там разные пишут всякие штуки но лилуэйн нормальный человек но а ну каждое сомнение я после я скажу я послушал лилуэйна все альбомы когда руслан мунибаев написал что когда нечего слушать послушайте лилуэйна я офигел потому что мне казалось что новая школа тоже я послушал от начала до конца и понял какой прогресс у этого чувака был ну то есть начал с рэпа использовал рок короче по факту мне кажется что именно из-за этого но он так и стрельнул и я нет я ничего не говорю просто понимаешь он прикол есть на свое время же тоже помнишь как вы повторяемся вначале вел как все это было все ну да вообще отмороженный вот это вот эти косички все вот эти низкие приколы это все было тоже смотрелось более смотрелось как бы как 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 психопат толстенький а сейчас пытаются делать из себя психов они но они не являются и они все это закидывали имитация это все фло то есть это все файк но не ждет ли нас это в будущем он не ждет не ждет но у нас она просто не успеет она но не успеет у нас есть фараон здесь есть фаис и есть там мая лсп и еще там пару человек и все остальные сейчас пытается ну там вот есть еще кто джей есть но сейчас все пытается под не как-то зайти под них подкосить и вот это вот под них подкосить это убьет вот это вот из-за их там три-четыре человека останутся придут за ними придут другие еще новее школа как нет сейчас наоборот я в штатах начинают приниматься тенденция это такая смесь между старой и новой школы то есть это как раз такая переходящая часть потому что была старая потом резко появилась новая люди устали от старого и не хотят вот этого нового слишком слишком много слишком ярко слишком по-детски ну логично что теперь происходит гибридная смесь вот да вот да и вот сейчас вот как раз тенденция начинает идти к тому что люди хотят все-таки немножко опять думать а что будет дальше можем представить себе что может во что это может вылиться я думаю вылиться во что-то крутое потому что свое время же были ранди эмси потом появились у тэнк ну как то тоже можно сказать что вот он тоже все время были новой школы поэтому я думаю что то появится хорошее и я надеюсь просто что эти парни повзрослеют поймут что они мужчины и проявится мужскую сущность и как бы смотреть бы да я уважаю ну я к рэперам отношусь серьезно потому что серьезные парни сейчас на данный момент так сказать к сожалению не могу потому что я вижу только детей которые делают и что они гэнсты подождем более пока они подстригутся просто нет дело не волосах причем айсти тоже свое время ходил с длинными волосами бастер аймс ходил сундухой до сих пор с длинными волосами дело не в прическе не в прикиде дело в том как ты выглядишь в целом ждем пока ребята вырастут и задерживаться ли они на сцене да вот это конечно два-три года что они теряются и не вижу потом давай про новинки если мы говорим есть такая у нас рубрика куда нам присылают треки ребятки и я вот хотел зачитать одно письмо добрый день я рад представить вам свой сингл